Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу предложить вам на основе лососевых мушек стримера, которые с успехом ловят окуня, щуку, судака, жереха и другую рыбу. Вот базовая модель лососевой мушки. Она может быть вот такая. Это переделанная уже конкретно под, как видно, под стример Окунева-Судаковой. Вот такой поменьше. Такой. Все они выполнены на базе лососевых мушек. Поэтому я хотел бы вам предложить простой вариант на базе лососевой мушки, как изготовить приманку для ловли судака, сома, щуки, окуня и другой рыбы. Поэтому мы с вами берем крючок, как я уже и говорил, я использую крючки фирмы Страйк. Все они, вот, чтобы вы видели. Ну, бывают и черные, и такие. Это крючок я взял единичка. Подготовим колечко. Подготовим колечко. Колечко мы подготовили и приступаем к вязанию. Для этого Стримера нам понадобится небольшое количество материалов. Своих принципов я не нарушаю. Я использую те остатки, которые у меня перьев имеются. То, что невозможно в домашних условиях найти, тогда только лишь я приобретаю. Промазали немножечко клеем. И приступаем к вязанию. От колечка я проматываю приблизительно две-третьих цевья и креплю люрекс. Сейчас обмоточку я буду делать золотистой частью вверх. Поэтому крепить мы будем серебром вот таким блестящим наверх. Подхватываем наш люрекс. И до загиба прихватываем. Доходим до загиба. Возвращаем нашу нить обратно. Стараемся ровненько, так как здесь у нас будет проходить обмоточка люрекса. И вот такими виточками вводим назад. Немножко добавляем клея на место нанесения люрекса. Делаю полный оборот люрекса на месте крепления. И возвращаюсь теперь по нашей ниточке, которую мы с вами промотали. Вот приблизительно такое количество витков нам будет достаточно. Возвращаем нашу нитку в рабочее положение и прихватываем наш люрекс. Прихватили. Люрекс я не отрезаю, потому что он буквально мне понадобится сейчас. Я его беру вот так. Увожу в стороночку. На месте крепления вот в данный момент люрекса я беру остатки вот такие перьев. Если у вас нет пера с шейки золотого фазана, можно использовать и такие перышки в качестве хвоста. Можно щепоточку взять меха. Я потом буду изготавливать конкретно стример для окуня на основе лососевой мушки. И вы увидите, что достаточно будет щепоточки меха, чтобы все было красиво. Крепим наш хвостик в одной точке. Вот, закрепили. Для того, чтобы хвостик у нас поднялся вверх, я просто беру и проматываю под ним пару виточков. Вот так. И наш хвостик уже красиво смотрит вверх. Теперь мы берем для того, чтобы скрыть и сделать более симпатичным место крепления нашего пера, я беру остаток также оторвавшегося пера павлина, креплю его в месте крепления хвостика и проматываю, подравнивая немножечко площадочку. Подравняли. И делаю обмоточку. Так, чтобы наше перышко, БАД, как его называют, вязальщики лососевых мушек, доходило вот до уровня жала. И здесь мы крепим наше перо окончательно, остатки отрезаем. Подводим вверх наш люрекс и проматываем вплотную до места крепления пера павлина. Вот вышло у меня приблизительно вот так. Как я уже в некоторых фильмах вам рассказывал, я беру обыкновенную тесьму, которая вот имеет флуоресцентный вот такой оттенок и использую ее в качестве нитки Юнифлос. Это искусственный у нас есть шелк. Поэтому у меня правило, зачем его использовать здесь, если можно заменить вот другим материалом. Для того, чтобы тело у нас было ровненькое и красивое, я беру для этого, креплю нить почти до самого колечка, там, где будет крепиться наше крыло. и ровными виточками, так, чтобы не было бугорков, я закрепляю нашу нить до колечка. Ну вот, приблизительно не доходя 5-6 миллиметров до колечка мы заканчиваем нашу обмотку и нить закрепляем полуузлом. Можно парочку для надежности. Вводим нить в сторону и начинаем делать обмоточку нашей прядью зеленой. Вот мы промотали с вами приблизительно половину нашего цевья. Теперь прихватываем нашу нить и остатки отрезаем. Теперь я методом расщепления нити сформирую даббинговую петлю и сделаем обмоточку с вами из даббинга черного до колечка. вставляем небольшими порциями потому что нам не надо чтобы здесь сильно было лохматое тело ну и в то же время достаточно чтобы было для объемности нашей грудки вставили мех и теперь я вот так оттягиваю палец и начинаю прокручивать катушку бобинодержатель отпустил у меня сразу начинает скручиваться моя веревочка если где какие торчат волоски убрали подправили как нам будет удобно их можно будет и подрезать потом и теперь формируем оставшуюся часть тела не доходим миллиметров пять шесть до колечка останавливаемся делаем парочку оборотов накидным узелочком закрепляем нашу нить досмотрели если сильно лохматость можем немножечко подрезать подровнять выдернуть но не переживайте рыба все это и без вас подровняет на рыбалке теперь так как у меня кусочек маленький люрекса остался я беру перодержатель захватываю край и начинаю делать обмоточку по правилам вязания всех лососевых мушечек положено здесь сделать два оборота третий чтобы переходил у нас на месте крепления люрекса в нашу дабиновую грудку ну меня как получается так я и изготавливаю стараюсь конечно придерживаться этих канонов но иногда вот такая сегментация выглядит значительно лучше чем используется классический метод дошли держим натяжечку наш люрекс и его здесь прихватываем отрезаем люрекс делаем завершающий узел добавляем немножечко клея на место крепления и поменяем нить исчез дошли и âlку отрезаем бумаги подкрепляем и м Теперь я беру Вот так же у меня имеются Остатки вот перьев Креплю Пёрышко Там где У меня закончилась Моя грудочка с даббинга Вот как вам видно И буквально Парочку оборотов Больше не надо Делаем ёршик Поправляем обороты Вот так достаточно Крепим перышко Все бородки Уводим слегка назад И в месте Завершения проматываем Хорошо Крепление Подготовили Остатки пера убрали Теперь для Формирования крыла Можно использовать Разноцветные Там и белый и черный И С красным оттенком мех Я использую Мех песца Крашеного Который Имеет Необычные Такие белые Кончики Вот Крашены Выбираю для себя Щепоточку меха Вот приблизительно Вот такой пучочек Мы вытащим под шерсток Он у нас станет Несколько Тоньше Крепление мы удалили подшерсток и он у нас стал значительно меньше обычно длину хвостика я делаю хотя бы чтобы доходил до середины моего вернее крыла до середины моего хвостика отрезаем излишки промазываем клеем место крепления и крепим сверху наше крыло прихватили посмотрели вот она у нас так смотрится окончательно не приматываем оставляем его в таком положении берем теперь кристалл flash небольшое количество и по бокам добавим в качестве привлекающего элемента вот я беру вот так 3 кусочка и перевожу на другую сторону подравниваем и окончательно теперь формирую головку для того чтобы мне мех не мешал я обычно всегда беру вот такое дело операцию с клеем карандашом буквально после 30 секунд проводки весь клей вымывается вот мех мне не мешает перо тоже и формируем нашу головку вот мы сформировали головку вскрыли лаком и наша лососевая мушка превратилась стример по ловле нашей хищной рыбы если изготавливать в меньших обритах не бризуют даже плотва благодарю за внимание до скорых встреч а и и